Доброе утро, дорогие друзья! Уважаемые зрители нашей серии лекций в рамках фестиваля «История малой Родины. История Отечества». Сегодня у нас третий день проведения наших методических лекций. Напомню вам, что наши лекции из 43 регионов страны проведут педагоги, проведут сотрудники музеев, которые стали победителем Всероссийского конкурса краеведов по работе с молодежью. И сегодня мы с вами отправимся в Кировскую область. Вместе с нами Светлана Витальевна Огородникова, кандидат педагогических наук, победитель Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, учитель истории и общества знаний средней общеобразовательной школы номер 7. Светлана Витальевна, здравствуйте. Не номер 7. Перепутал? Прошу прощения. Школа, прошу прощения, да, средней общеобразовательной школы села Средниевкино, Верхошижемского района. Да, прошу прощения. Сегодня у нас с вами состоится лекция, в рамках которой Светлана Витальевна поделится своим уникальным опытом по работе в области преподавания, собственно, истории родного региона. Я думаю, что эта лекция будет полезна педагогам со всей страны, потому что, повторяем из раза в раз, все методические практики, которые транслируют наши спикеры, они масштабируемы и могут использоваться в любом регионе нашей страны. Поэтому, я думаю, мы не будем задерживать начало нашей встречи. Светлана Витальевна, еще раз здравствуйте. Большое спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. С удовольствием передам вам слово. Добрый день, Алина. Доброго дня всем, кто нас слышит и видит. И я спешу присоединиться. Меня слышно, видно? Да, вас отлично слышно и видно. Хорошо. Я спешу присоединиться к предыдущим коллегам со словами благодарности в адрес Российского исторического общества за возможность трансляции опыта на всероссийском уровне. Сейчас мы включим слайды и начнем. Что-то снова немножко пошло не так. Алина, видно у нас? Вашу презентацию видно. Да, все отлично. И видно ее в полный экран, да? Нет, пока еще не в полный. Можете пока сделать ее. Сейчас я надену. Так, не получается в полный. Ага, все хорошо. Все отлично. Ну что же, уважаемые коллеги, сегодня мы затронем проблему формирования гражданской идентичности сельских школьников музейно-педагогической деятельности. Данная проблематика предлагается в связи с тем, что на базе музея, которым я руковожу на протяжении ряда лет, проводилась опытная экспериментальная работа по данному направлению. А поскольку музей является структурным подразделением сельской школы, то и речь пойдет об определенной категории школьников. Почему акцент сделан на гражданскую идентичность? Потому что все российское учительство живет по федеральным государственным стандартам, в которых гражданская идентичность представлена в качестве цели, а также во всех видах результатов образования. В первую очередь в личностном результате образования выступают именно таковым. Для того, чтобы результативно решить проблему, необходимо, чтобы педагог имел ясное понимание теоретических основ этой проблемы. Поэтому сначала мы рассмотрим несколько теоретических моментов и обозначим, уточним, что такое идентичность. В наиболее общем смысле это понятие означает отождествление, соотнесение с чем-либо, соответствие, узнавание. И рассматривается данная категория с позиции различных научных обоснований. Вы видите, с позиции философии, с позиции социологии, психологии. Что касается педагогической науки, разработка данной категории еще только начинается. Понимание гражданской идентичности для нас представлено здесь в следующем варианте. Это осознание величинства, принадлежности к сообществу граждан на общей культурной основе. Именно данный подход используется чаще всего в современных источниках. У гражданской идентичности есть определенная структура. Здесь подходы ученых несколько расходятся, но чаще всего выходят на трехкомпонентный состав, и мы в том числе. Также гражданская идентичность имеет определенную конструкцию. И тот вариант уровней гражданской идентичности, из которых состоит социальная конструкция, и в контексте исследования у нас был определен, вы здесь тоже на слайде можете наблюдать. Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности не вызывает сомнений. По мнению аналитиков, гражданская идентичность, одентичность, в принципе, сейчас находится в стадии кризиса. Признаки кризиса выявляются не только в российском обществе, но и по всему миру. И в педагогической науке также существует мнение, что молодежная среда выдает слишком много отрицательных проявлений, подобных тем, которые опять же здесь представлены. И поэтому особая страту приобретает проблема формирования гражданской идентичности именно среди подрастающего поколения в этой среде. Также проблема актуальна и для сельских школ России. Несмотря на те позитивные моменты, которые есть в сельской жизни, преимущество сельского социума мы имеем, тем не менее, слишком много проявлений отрицательных. И они соответствующим образом влияют на сознание подрастающего поколения. Теряется связь с традицией трудницами своей семьи, потому что современные сельские веки все в большей мере приобретают черты информационного общества. И причем не лучшие черты. Поиск пути решения проблемы ведется и науке, и педагогами, и практиками. И признается одним из таких путей, и может быть даже самым эффективным тем, кто имеет отношение то или иное к краеведению. Тем более, для нас представляется эффективным путь краеведческий. Концентрированным выражением краеведения является школьный музей. Музей сельской школы играет особую роль в жизни местного сообщества. И музейно-педагогическая деятельность, по нашему мнению, обладает более чем значительным потенциалом в решении проблемы формирования гражданской идентичности. О данном виде, о деятельности, говорят и пишут много. В нашем понимании, музейно-педагогическая деятельность – это система, обоснованная теоретически музейной педагогикой взаимодействий между субъектами музейной среды или вне музейного пространства, направленная на формирование знаний о родине, всеоносных ориентировок, стремление к позитивной преобразовательной деятельности и социальном, и личностном плане, реализуемые посредством музейно-педагогических технологий. Исследования вопросов, связанных с музейной деятельностью, позволяют утверждать, что этот вид деятельности имеет определенную специфику. Она обусловлена двумя группами факторов. Это объективные условия и собственные особенности музейно-педагогической деятельности. Так мы назвали эту группу, а в ней мы выделяем особо возможности использования ресурсов агропредприятия. По нашему мнению, выделяется пять ресурсов, пять видов, по крайней мере, мы такие выделили. И первый, на него мы обращаем особое внимание, если он не работает, все остальные теряют смысл, просто-напросто. В нашем случае все виды ресурсов работают, потому что на территории нашего средневековского поселения располагается агрофирма, представляющая собой крупные, современные, динамично развивающиеся хозяйства. И директор агрофирма и его команда занимают такую принципиальную позицию по отношению к музею. Музей нужен и важен в жизни села. И скажу еще более того, именно директор агрофирма в 2001 году инициировал процесс создания музея. Взаимодействие нашего музея и агрофирмы много граний. И вот одной из таких граний является циклограмма «Наша малая сельская родина», основой которой является опять же музейно-педагогическая деятельность. Эта циклограмма представляет собой план внеучебной деятельности, в котором четыре блока. Вот мы их здесь видим на слайде. И на следующем слайде представлен фрагмент циклограммы на уровне основного общего образования. Тематика здесь представлена выборочно, не в полном варианте. В циклограмму мы закладываем темы по максимуму. И из этого максимума учитель, предметник или классный руководитель при взаимодействии с руководителем музея может выбрать любое количество тем, исходя из имеющихся условий образовательного процесса. А условия эти разные, особенно в наших сельских школах. Вот при этом заметим, что темы, обозначенные в программе, циклограмме, в большей мере имеют универсальный характер. И независимо от того, по каким учебникам линия, какая используется в школах, эти темы при желании учитель-педагог найдет возможность включить в свои рабочие программы вот эти темы или аналогичные им. Сейчас мы остановимся чуть более подробно на музейно-педагогической программе «Путешествие в агрограмм». Эта программа технологически содержательно связана с циклограммой. Является ее составляющей частью, можно сказать. Программа была апробирована в 2015 году. Но сначала мы под нее подвели теоретическую основу. Задачи программы, выведенные на слайд, связаны воедино с ключевым понятием нашей сегодняшней темы. И здесь в задачах мы видим все три компонента гражданской идентичности. Первая задача – это знания, выявленные компоненты. Вторая и третья – ценностные, эмоциональные. Четвертая – деятельностные. Содержание программы представляет собой комплекс внеучебных занятий, ориентированных на взаимодействие музейно-образовательной среды и атмосферы. Этот комплекс занятий может быть использован на любом из трех уровней общего образования. Как бы это казалось, может быть, каким-то необычным моментом. Но обязательно при соблюдении принципа учета возрастных особенностей учащихся. Этот принцип выведен здесь в особенностях. Это одна из особенностей программы. Другая особенность нашей программы – это как вертикальный, так и горизонтальный вариант проведения занятий. Вот здесь, можно сказать, показан вариант по вертикали. То есть эти занятия можно проводить практически с первого по одиннадцатого класса. Но если есть возможность в школе, в принципе, возможно взять горизонталь. Например, пятый класс, шестой, седьмой, любой. И в течение года работать по программе внеурочной деятельности. Это тоже возможно. Опять же, с учетом возрастных особенностей учащихся. И еще одна особенность нашей программы – цикл занятий может быть реализован не в полном объеме, а выборочно, вариативно. Потому что практически каждая тема является относительно самостоятельной. Вот сколько есть возможностей, какие есть ресурсы, столько можно и провести. Но это в любом случае будет на благо, на пользу сельским детям. И вот такие варианты. Да, и еще один момент здесь нужно указать. Даже если в школе на данный момент отсутствует музей, программа все равно работает в определенном объеме. И такие моменты, примеры мы знаем. Далее представим некоторые методические моменты, аспекты, особенности занятий на уровне начального общего образования. Мы приведем примеры. Занятия проходят как в залах музея, так и на объектах агрофирмы. И вот на первом занятии, здесь показан первый класс, мы начинаем с того, что выясняем. Вообще, как ребята понимают слово агроград? Что это такое? И мы выходим на понимание того, что это в широком смысле всем наша сельская жизнь. Но дальше мы, это наше село, это наше агро-предприятие. Ребята о нем в общем и целом имеют представление по первому классу, но только общие пока. И дальше мы от занятий агроград уже идем к вопросам, а что такое вообще сельскохозяйство? Как называется наше предприятие, которое рядом с нами, и которое является опорой средневекинской земли? Очень важным моментом в этом занятии является такой. Ребятам предлагается в экспозиционном разделе агрофирмы сегодня найти знакомые лица. Первоклассники на это способны. И они находят кто-то своих родителей, многие, потому что родители работают в агрофирме, кто-то своих других родственников, которые просто соседей. И вот очень важный момент, дать ребенку возможность озвучить имя, фамилию, кого он нашел, сказать, кто это для него. Он показывает фотографию, где он нашел это лицо. И для первоклассников он является очень важным. И это видно по их реакции, когда они находят своих близких, родных людей в экспозиции музея. Также мы на первом занятии с ними рассматриваем фирменный знак агрофирмы, логотип. Ребята получают в конце занятия эти знаки в виде таких оформленных значков в качестве пропуска в агроград. И вот следующее занятие уже путешествуем с этими эмблемами, с этими пропусками. И, естественно, обзорная экскурсия для первоклассников. Первый раз они проезжают, едем на автобусе по объектам агрофирмы, выходим на определенных точках. Для них это первое большое знакомство с нашими агропреприятиями. Потом в 11 классе снова будет обзорная экскурсия, но уже совсем на другом уровне, уже такого обобщающего значения и обсуждения, что изменилось за эти годы, вообще какое значение, какую роль играет агропреприятие в жизни местного сообщества и в жизни вообще региона. Во втором классе у нас идет работа с зернами тех сельскохозяйственных культур, которые выращивают наши агрофирмы. И здесь мы работаем с соснопами и вот в таких контейнерах зерна. И эти зернышки ребятам предлагается, вот это очень важный момент занятия, активность ощущений. Они берут на ладошку, у нас достаточно этого материала, каждый год мы его обновляем. И вот производит это впечатление, когда они вот так близко, ну можно сказать, с живым зерном общаются. Далее в третьем классе мы проводим практику, посвященный знакомству с традициями, обычаями выпекания хлеба нашими предками. И здесь ребятам предлагается среди экспонатов найти те, которые каким-то образом относятся к процессу выпекания хлеба. Мы просматриваем весь путь от зернышка до каравали и используем какие интерактивные элементы. Вот здесь мутовку девочка держит и имитирует за место. Тесто. А вот дальше, в четвертом классе мы уже идем на нашу пекарню. Там такое современное производство хлеба. И уже работники пекарни, проводят экскурсию для ребят. А после этого мы прямо тут обсуждаем, сравниваем, как было раньше и как стало теперь. И ребята вспоминают и те предметы домашнего утра, которые они в музее держали в руках. И сравнивают их с тем, как сейчас, в настоящее время, уже какая произошла замена. И делают вывод, что хлеб наши предки производили вручную в прежние времена, а сейчас практически все механизировано. И, например, русская печь заменила, русскую печь заменила ротационную печь с компьютерным оборудованием. Вот там, на заднем плане мы видим как раз эту печь и в конце занятия из нее у ребят извлекаются булочки или баранки, и они еще теплые. И представляете, какая вот реакция у ребят на такое завершение занятия. Конечно, в нашей программе в время ее апробации дальнейшей работы по ней в течение пяти лет уже мы ее используем, мы выявили риски. И они не только вероятны, они не только вероятны, они неизбежны. Мы их условно развилили и на объективные, и с объективными. Ну, условно такое деление тем не менее это сделали, и несмотря на эти риски, которые, от которых никуда не уйти, тем не менее наша программа стала за эти годы достаточно популярной. и популярной, ну, до такой степени, можно сказать, что к нам стали обращаться сначала из соседних школ, затем из школ более отдаленных нашего района, затем из других районов нашего региона, нашей области, с просьбой принять группы туристов. И вот наши активисты музея приобрели опыт приема внешних экскурсионных групп. И тогда у нас появилась идея создать вот такой проект, мы его назвали «Разработать проект», условное название такое его «Экскурсионный агротур один день средненький». Это новое направление развития элементов, мы пока говорим только об элементах познавательного туризма, но вот в предыдущие годы именно это направление у нас было проблемным, мы не занимались, но мечтали о том, что в том или ином варианте к туризму подойти. И вот сейчас это состоялось в последние несколько лет. Что представляет собой содержательная составляющая проекта? Содержательным ядром проекта являются исторические сведения о нашем селе и его округе, а также характеристика современной жизни села и агрофирмы. И как видите, проект включает пять тематических блоков, они здесь представлены. Основная и вот видите путешествие в Гоград, это здесь идет у нас такой составляющий содержательного блока, одно из основных, потому что с нее все и началось. Ну вот здесь несколько фотографий рассказывающих о том, как мы принимаем гостей. Основная организационная форма экскурсионная и название экскурсионный тур, причем экскурсии проводят как дети, так и взрослые. В экскурсии мы стараемся включать такие среди, которые способны вызвать интерес и определенные эмоции, такую определенную реакцию у экскурсантов. Например, мы обязательно проговариваем во время экскурсии по селу, по улицам села, что у нас в Средневкино есть красная площадь. У нас она действительно есть. Площадь выложена красной площадкой, ну, такого темно-красного цвета. также мы, когда подлежим к школе и знакомим с нашей местной школой, обязательно выходим на стадион, который около школы и рассказываем о нем, что этот стадион под названием «Победитель» это подарок агрофирма односельчанам, в первую очередь подарок школе, детям и стоимость его 17 миллионов. Ну, согласитесь, для обычной сельской жизни это такие хорошие вложения со стороны агрофирмы. Далее, при посещении животноводческого комплекса агропредприятий для желающих проводим дегустацию молока, ну, конечно, при соблюдении всех санитарных неправильных приоритов. Хочется сказать еще про здесь фотография, которая помещена, это ребята из физико-математического лицея нашего областного центра города Кирове. Вот к нам уже стали достаточно часто поступать заявки на прием именно из школ нашего областного центра. А вот это была одна из первых групп. И эту поездку организовал родитель. Это наш выпускник, он родом из села Сенитина, но в данный момент он житель города Кирова, но свою малую родину не забывает. И вот тут его дочка и организование родителей экскурсию именно нам. Далее у нас есть экскурсии, которые во время которых экскурсоводы проводят, общаются с экскурсантами в одежде, имитирующей спецодежду работников агрофирмы. В данном случае это экскурсия картофель на второй клейм на картофеле хранилище. У нас очень огромное по объему картофеле хранилище, потому что агрофирма занимается картофелем достаточно так основательно. Ну а здесь вот как раз я взяла новую фотографию ребят из ЛИЦея, потому что вот когда они приезжали, это был такой чудесный сентябрьский день, посмотрите, это видно. И мы с ними не только провели интерактивную программу музея, не только провели игры на стадионе, это мы тоже для них проводим, для наших гостей, но и сумели выехать в поле, была такая возможность. И мы посмотрели и уборку картофеля, а это вот уже уборочный комбайн, завершалась как раз уборка уже вот на других полях. И надо было видеть восторг ребят, вот они даже повалялись на этом поле. Настолько им было все это интересно, непривычно, впечатляюще. Ну и еще не могу не сказать об одном нашем необычном формате экскурсии. Мы для гостей стараемся всегда ее проводить. Это наша музыкальная экскурсия, экскурсия-концерт, которая проводится в экспозиционном зале музея. Там, где у нас раздел природы, вот там есть несколько часть нашей березы. Мы именно поэтому сделали экскурсию, посвященную березе, поскольку у нас есть такая возможность ее показать. Ну и второе условие, конечно, это должен быть экскурсовод, имеющий музыкальные способности. И вот он здесь как раз у нас появился в 2016 году. И кроме того, вся его семья поющая, поэтому мы прилипли еще и родителей и других родственников, старший брат, вот здесь гитары. Вот очень органично вписались фрагменты песни березы в экскурсию. И несмотря на то, что она идет где-то в пределах 25 минут, внимание с курсантов не рассеивается, и наоборот оно такое очень мощное. Мы уже можем говорить о долгосрочном эффекте проекта, потому что за два с половиной года, ну почти три, начиная с 2017 наблюдаем определенные позитивные результаты нашего проекта. конечно, пандемия внесла свои коллективы. Сейчас мы пристановили прием групп, хотя вот еще прошлой весной, когда уже начиналось это все, к нам еще были звонки, но вот до сих пор эти заявки мы имеем в виду, и как только все закончится благополучно, а мы все на это очень надеемся, мы продолжим эту работу. и еще об одном таком нашем заметном, можно сказать, знаменательном событии в жизни нашего сельского сообщества хочется сказать, потому что начинали мы на базе музея, ну а затем практически это дело стало делом села-села. Это наша книга, вот я даже могу ее показать, она вот у меня рядышком, которая создавалась в течение пяти лет, название ее вы видите и на слайде, и на самой книге, и в нее вошли материалы музея и очень многие исследовательские работы наших ребят, которые в предыдущие годы занимались разными направлениями исследования, и в период создания книги еще очень большой массив мы собрали краеведческих сведений, и вот сейчас у нас есть такая мечта расширить наш музей и может быть даже выйти за пределы школьного музея, потому что в принципе вот фактически наш музей являясь пока структурным подразделением в начале это я сказала школьного школы такого нашей школьной организации он работает уже на весь сельский социум и мы посмотрим как у нас получится мысли к этому есть что касается книги то у нас была большая праздничная презентация книги в сельском доме культуры вот здесь одна из фотографий об этом рассказывает и волонтеры нам очень помогли наши ребята уже не говоря про наших активных ребят которые в нашем музее всегда есть и находится музей не бывает пустым чем это очень большое и хорошее дело и если есть возможности о сельской школы или любой другой школы вот создать такую книгу она может быть по истории школы она может быть по какой-то другой более узкой или еще более широкой тематике конечно это стоит стоит того поверьте правда ну и в заключение хотелось бы указать на фактор успешности нашего музея в том числе и в решении проблемы гражданской идентичности вот почему я вывела их сюда на заключительный слайд потому что уже не раз нам обращались с таким вопросом а как у вас вот так получается ну вот при ответе на этот вопрос в разных ситуациях порой даже неформально абсолютно таких ситуациях вы вот сформировались такие вот факторы для ответа имеется в виду и здесь я хотела бы обратить внимание конечно наша агрофирма как говорится это наше все благодаря ей мы растем и развиваемся понятно что без той мощной поддержки которая есть мы может быть возможно кое-чего и достигли но вот такого размаха вряд ли конечно представлено не все в этой нашей получасовой лекции только часть но тем не менее я буду рада если определенное впечатление создалось и желаю всем коллегам такой же поддержки и со стороны других социальных институтов социальных партнеров а если их нет хорошо бы их найти и когда вот эта помощь будет развитие пойдет однозначно и тогда многое получится спасибо за внимание все что я хотела рассказать положилась ли я Алина во времени да не переживайте по поводу времени все отлично большое спасибо вам за ваш опыт действительно работа с социальными партнерами очень важная такая часть работы не только в краеведении но и в принципе во многих социальных сферах поэтому спасибо за ваш опыт о котором вы рассказали с которым вы поделились с нашими зрителями у меня есть пару вопросов которые я бы хотела задать которые хотелось бы обсудить сегодня в рассказе своем вы упомянули такой необычный формат экскурсии такой как экскурсия концерт могу честно сказать что слышу о нем впервые расскажите пожалуйста о его подробностях я думаю что это будет интересно нашим зрителям спасибо за вопрос Алина да вот такой вариант экскурсии у нас появился как бы я уже кажется называла 2016 год я-то ее очень всегда хорошо помню потому что ну какая для нас можно сказать определенная веха да пришел начинающий экскурсовод мальчик тогда еще четвертого класса и мы с ним стали выбирать тему экскурсии и он остановился возле раздела природы ну вот ребята в этом возрасте чаще всего к этому разделу как-то их тянь больше и мы решили выявить что конкретно для него более интересно и вот как-то так вышли на березу тем более что она у нас там очень так представлена крупным планом вот возможно это его привлекло именно это дерево и дальше мы стали думать как интересно показать эту тему и поскольку этот мальчик тогда учился в музыкальной школе потом он ее закончил и успешно очень то есть он очень хорошо поет такой поставленный голос тем более я уже сказала его семья вся поющая я предложила Степан зовут мальчика Степану обратиться к родителям родители откликнулись надо сказать что это очень такая активная в общественном смысле семья они выступают в Доме культуры есть то есть их вот это вот их коллектив семейный даже имеет название очаг ансамбль очаг и они буквально наверное года два назад получили высокое звание народного вот то есть представляете такой уровень на каком уровне ну то есть вот при том что это наш стрельский дом культуры вот и конечно же мы воспользовались этой ситуацией и понятно что эта экскурсия у нас и на оригинальном уровне была отмечена очень так высоко тогда я помню мы эту экскурсию представляли на первом областном конкурсе школьных экскурсоводов ну и там она тоже произвела очень большое впечатление на себя произвела вот и таким образом вот она получилась ну очень удачно вписались в крагменты песен да она у нас длинновата но поскольку она интересна и во время экскурсии вовлекают экскурсоводы и группа поддержка поддержки нашего Степана экскурсантов то есть участников тех кто пришел на экскурсию в активное действие там один момент у нас есть в экскурсии когда Степан рассказывает о зеленых святках это троица это же береза там главное дерево в этом празднике наших предков и на дереве завязываются ленточки атласные ленточки мы для этого заимели специальные вот экскурсантам такие ленточки предлагаются и они такой хоровод водят их экскурсоводы вовлекают в этот хоровод и завязывают ленточки на дереве то есть все очень интересно происходит но здесь можно сказать что два условия должны быть конечно чтобы подготовить такую экскурсию это вот наличие музыкального такого способного ребенка во-первых и во-вторых надо найти в экспозиции тот экспонат который сработает но если вот соединиться это все удачным образом просто успех гарантирован но у нас так получилось мы этому рады так кстати хотела бы отметить что уже не в первой лекции мы говорим о важности участия именно родителей в такой деятельности в проектной деятельности в принципе вот в области краеведения потому что все-таки именно родители они обычно бывают носителями таких знаний опыта которые они могут вместе с ребенком уже каким-то образом развивать поэтому всегда очень приятно слышать как именно в такой деятельности принимают участие семья собственно семьи школьников студентов и учеников спасибо большое и хотелось бы наверное задать еще один вопрос рассказать попросим немного рассказать о проблемах они всегда существуют при реализации проекта и наверное именно для этого мы проводим сейчас лекции чтобы у педагогов была возможность учиться не только на своих надеемся что не на своих а на чужих ошибках расскажите были ли какие-то проблемы при реализации вашего проекта один день в Средневкино и может быть у вас есть какие-то уже решения как их можно было бы избежать спасибо Алина еще вот этот вопрос по поводу проблем в нашем агротуре естественно они присутствуют ну вот те риски которые в программе аграбирация о них я уже сказала но а вот по организации именно уже приезда экскурсионных групп конечно проблемы больше организационного характера но надо сказать что они решаемы хотя их очень мелких там бывают накладки бывают много чего но но вот они решаемы другое дело что проблема которую мы называем проблемой номер один это наши яркие коробки и каждый раз когда к нам поступает звонок пожалуйста примите нашу группу я начинаю именно с этого объясняюсь и даже извиняюсь потому что по моему мнению это ну очень большая проблема для того чтобы проехать хотя участок дороги очень небольшой у нас между областным центром и нашим селом среднеевкина есть курортный поселок нижнеевкина и вот от первого до нижнеевкина там пределы 70-80 километров дорога отличная а вот от нижнеевкина около 30 километров оставляет желать вечером и надо сказать что наше местное сообщество пытается решить эту проблему и писем уже написано массой не только писем и другие предпринимаются усилия но вот пока проблема остается а все в принципе практически решаемо хотя повторяю они выявляются и самые разные эти проблемы ну да к сожалению понимаем что организационные проблемы они практически неизбежны наверное особый пласт таких сейчас особая проблема номер один для большинства экскурсоводов в принципе экскурсионных программ это все-таки ограничения которые существуют на данный период времени да но мы надеемся что все проблемы мы скоро преодолеем и сможем вернуться к нашей да к нашей традиционным методам преподавания что все желающие смогут приехать на экскурсии и принять участие в них и мы уверены что после такой затяжной нашей самоизоляции особенно большой интерес будет вызывать именно выездные мероприятия поэтому хотелось бы передать большой привет вашему музею передать привет всем сотрудникам ученикам которые готовят такие экскурсионные программы хотелось бы большое спасибо сказать вам за сегодняшнюю встречу с вами Литальевна я думаю такой опыт будет действительно полезен нашим педагогам и всем зрителям которые сегодня были с нами я напомню что на сегодня у нас лекции завершены уже завтра мы отправимся в новые регионы завтра нас ждет три лекции вы их можете посмотреть как в прямом эфире так и в записи они всегда останутся на сайте российского исторического общества приглашаем вас к просмотру к получению нового опыта в области краеведения в области работы с нашим молодым поколением я уверена что такая методическая копилка которая сейчас собирается она послужит еще не один год поэтому большое спасибо было очень приятно сегодня провести такую встречу и до скорых встреч всего доброго спасибо вам и всем вашим сотрудникам до свидания большое спасибо 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 Продолжение следует...